ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда еще эпид-обстановка позволяла. Открывали площадки Мегабак. Тогда их было, по-моему, три. Сколько их сейчас в Одинцовском округе? Тогда было четыре площадки. Открывали мы площадку на транспортном проезде 33А. Приезжал министр ЖКХ Московской области. Соответственно, торжественная обстановка была. И данные площадки работают до сих пор. У нас их четыре, повторюсь. Давайте напомним тебе о нем. В Одинцово это транспортный проезд 33А. Вторая площадка на улице Зеленая, 32. В деревне Чуприкова, которая рядом с Кубинкой, у нас находится третья площадка строения 3. Из Венигород проектируем проезд владения 11. Сейчас эти площадки работают с 9 до 6 в рабочие дни. А планируется ли к этим четырем площадкам добавить новые? Да, мы посмотрели, как работают данные площадки. Посмотрели на те территориальные проблемы, которые возникают. И сейчас ведутся работы по строительству площадки на Кутузовской дом 2. Это новая трехгорка. Ну, между новой и старой трехгоркой. Потому что там очень высокая плотность населения. Очень много образуется крупногабаритного мусора. Хотелось бы отметить, что крупногабаритный мусор – это не строительный мусор. Хотя жители постоянно пытаются на мегабак привезти строительный мусор. Строительный мусор необходимо утилизировать через специализированные организации. То есть нужно специально заказывать бункер, да? Да, специальный бункер, так называемый, восьмикубовый. Она же лодочка, она же лапоть. Но их надо заказывать под строительный мусор отдельно. Потому что строительный мусор – это не крупногабаритный мусор. Он утилизируется совсем другими способами. В заказе данной услуги может помочь управляющая компания. Потому что она обязана контролировать данный вопрос. И всегда знает, кто ведет ремонт в ее доме, в том или ином подъезде. Поэтому управляющая компания всегда с радостью поможет жителю организовать вывоз своего строительного мусора при проведении ремонтных работ. Это у нас очень актуально было летом, когда все занимались ремонтами. Сейчас, конечно, я думаю, поменьше будет этой активности. Но все равно хочу это еще раз подчеркнуть. Возвращаясь к площадкам. Шестую площадку мы хотим открыть в старом городке Никольского поселения. Это заводская дом 10. Тоже мы там ведем оборудование, площадки, чтобы разместить там мегабак. И также мы планируем данные работы закончить до 30 ноября. Соответственно, просим всех жителей это отметить и приносить к нам свой крупногабаритный мусор. Судя по тому, что дополнительные площадки планируются, видимо, проект оказался востребованным. Можно как-то подвести итоги, сколько крупногабаритного мусора было собрано, куда было отправлено? Да, жители восприняли данный проект очень положительно. Отклик следующий, что данное начинание развивать. Необходимо ближе к домам, ближе к местам переносить эти площадки и увеличивать их общую концентрацию на территории. Потому что везти далеко не очень удобно. Но в то же время жители готовы отнести свой крупногабаритный мусор на данную площадку. Если говорить в цифрах, то порядка 400 кубов крупногабаритного мусора, в основном это мебель, было собрано нашими четырьмя площадками. С одной стороны небольшая цифра, с другой стороны площадки работают всего только третий месяц. Соответственно, еще 24 куба у нас было собрано старой бытовой техники. То есть бытовая техника это тоже крупногабаритный мусор, который необходимо доставлять на данные площадки. Ну и из того, что сейчас актуально, сегодня у нас первые заморозки, первый лед на дорогах появился, соответственно, автомобилисты сейчас активно начнут менять резину летнюю на зимнюю. И есть уже изношенная резина, соответственно, мегабаки также принимают старую резину, которую автомобилисты сейчас будут выбрасывать, если она уже пришла в негодность. Поэтому просим данную резину не относить на контейнерные площадки городские, а привозить на мегабаки. Тем более, что если у вас есть старая резина, значит у вас есть автомобиль, значит вы можете довезти ее. Мы принимаем данный мусор абсолютно бесплатно. То есть это услуга бесплатная, соответственно, для жителя просто задача, как сознательного гражданина, довезти до данной площадки свой крупногабаритный мусор, в том числе автомобильную резину. Единственное, хотелось бы подчеркнуть, что автомобильная резина не должна была быть загрязнена органикой либо маслами. То есть это должна быть резина в нормальном состоянии. Да, и уж тем более действительно люди на колесах, там еще вам, наверное, как коммунальщику позвучит дико, но одно дело до контейнера докатить, а другое дело в лес вывозят и выбрасывают. Вот это совершенно дикость, и тут уж, конечно, проще довезти до специальной площадки, где эта резина пойдет на дело. Вот, кстати говоря, куда мусор с мегабаков отправляется? Весь мусор, который собирается на территории Одинцовского округа, в том числе мегабаки и обычный мусор с контейнерных площадок, в обязательном порядке идет на сортировку. Он идет на сортировочные перевалочные пункты, далее идет первичная сортировка, потом идет вторичная сортировка уже в более тонкие фракции. Вот если говорить конкретно про мегабак, чем хорош мегабак? Это уже в половину сортированный мусор, то есть большинство мусора уже распределено по баку. А мы обычно ставим 4 бака, это под мебель, это под бытовую технику, это под стекло, под пластик, и сейчас вот под резину, то есть 5 бак. Может быть мы пластик или стекло заменим, потому что их не очень много везут. Стекло, наверное, не везут, потому что его везти неудобно, оно по дороге разбивается. И на самом деле у нас не так много сейчас стекла, то есть все в основном переходят на пластик, поэтому, возможно, мы поменяем как раз стеклянные баки на баки для резины, потому что не все площадки могут вместить много баков, но с точки зрения того, что стекло это тоже повторно перерабатываемый объект. И данные отходы сортируются и везутся на перерабатывающие заводы. Пластик везется на заводы, которые принимают и перерабатывают пластик. Пластик тоже делится на разные фракции, там у нас порядка 30 с лишним видов пластиков существует различных. Каждый пластик перерабатывается на своем заводе, либо завод перерабатывает несколько видов пластиков. В основном пластик экструдируется, то есть мелко измельчается, складывается в мешки и отвозится на завод. Стекло, оно также измельчается, превращается в измельченный стеклобой, чтобы не было крупных кусков, тоже складывается в тару и вывозится на стеклоплавильный завод. Резина. По резине есть несколько вариантов его переработки. То есть резина – это ни для кого не секрет, сложный объект. Он состоит у нас, если брать базисно, из металла. Это металлокорд и шипы, если это зимняя резина. Это капрон. Это тоже корд, только он капроновый. Обычно используется миксовый корд, то есть и металл, и капроновый корд. И сама резина каучуко-содержащая. Соответственно, есть несколько вариантов использования. Можно из этого извлечь резину, то есть измельчить. Корд извлекается отдельно, резина отдельно и отправляется на переработку. Самое популярное и известное, на что идет резина – это делают маты для детских площадок. Другой вариант переработки резины – это ее переработка термическим способом, но это не сжигание. Это когда из резины извлекают масло. То есть под температурой, под давлением резину нагревают, и она превращается в печное топливо. Михаил Владимирович, а работают ли сейчас на мегабаках волонтеры, как это было в начале проекта? Да, мы привлекаем волонтеров, но сейчас стараемся их меньше использовать, потому что опять же пандемия, холодное время года. Сейчас у нас на данных площадках в основном дежурят либо ЧОП, либо работники МБУ, для того, чтобы обеспечить порядок. Не надо пугаться, когда вы будете приезжать на мегабак, обязательно запишут номер машины, обязательно запишут, откуда вы приехали, для того, чтобы понимать, откуда этот мусор вывозится. И обязательно запишут, что вы привезли. Потому что нам необходимо понимать, что привозят люди для того, чтобы подстраивать данную систему под потребности людей. Насколько я помню, одна из целей мегабака – это снизить количество мусора, которое вывозится на полигон. Вот этой цели удалось достичь? Да, потому что та же бытовая техника, если ее выбросить в обычную машину мусорную, она тут же перемешается с органическими отходами. Соответственно, ее повторная переработка будет затруднена. А в бытовой технике, в первую очередь, пластмассы. То есть там много пластмасс. Если брать стиральную машину, там хороший качественный металл, нержавейка, если это бак. Очень часто баки у стиральных машин из нержавейки. Это медь, если это говорить, о двигателях, которые есть в большинстве бытовой техники. Единственное, что у нас на сегодняшний день не перерабатывается – это полупроводники, и то не все. Из них тоже можно извлечь достаточно много чего интересного. Поэтому здесь вся данная история, она может быть переработана. Давайте напомним еще раз телезрителям, со скольки до скольки когда работают площадки Мегабак? Мегабак работает ежедневно с 9 до 18.00. Можно приехать и привезти то, что подлежит переработке совершенно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Эта услуга бесплатная. Повторюсь, самое важное, чтобы не было смиксованного мусора. То есть не было, как бывает, привозить шкаф, а внутри него лежит пакет с мусором органическим. Вот это неправильно, потому что не должно быть перемешивания. У шкафа дальше судьба очень простая. Его на сортировке отделят от него металлические детали, вот эту всю фурнитуру. И пустят в дробилку, сделают из него опилки. А дальше эти опилки могут быть отправлены либо на древесный комбинат, где из него сделают ДСП. Либо отправлены на формовку брикетов, которые будут использованы как печное топливо. Спасибо большое, Михаил Владимирович, что пришли к нам сегодня в студию. Я думаю, что жители Одинцовского округа уже хорошо знают, где находятся площадки Мегабак. И, судя по всему, успешно ими пользуются. Ждем открытия еще двух площадок. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Спасибо.